Сейчас на эту сцену выйдет один из самых востребованных шрифтовых дизайнеров в стране. За последние годы им были разработаны и созданы на заказ более 300 начертаний шрифтов. Встречаем художник, типограф, графический и шрифтовой дизайнер, блогер, сооснователь и совладелец студии Letterhead Юрий Гордон. Всем привет! Во-первых, вы имеете дело не с шрифтовым дизайнером, а с художником. И большая часть того, что я сегодня буду говорить, будет именно об этом, об этом шрифте, произошедшем за последние годы. И еще довольно основательная часть будет посвящена тому, что значит для меня композиция. После того, как я написал книжку о языке композиции. Это действительно стало образом жизни, и я это хочу показать прямо на первом кадре, не уходя с него. Вы знаете, что дизайнерский дресс-код это черное, да? Именно поэтому я одет так. Если вы посмотрите на то, как скомпонована эта шрифтовая история, вы увидите, что она отваливает в правый край, а слева у нее довольно много пустого пространства. Но если найти оптическую ось, она повиснет точно на силовом поле. Это вот как раз про то, как композиция работает не банально. Я использую вместо имени собственную подпись. Это чисто художнический жест. Он очень важен сейчас в том, что я делаю, и в том, как я себя проектирую в мир. Вот я написал книжку, и я стал жить так, как в ней написано. Может показаться, когда вы ее прочтете, что она состоит из разрозненных частей. Но на самом деле внутри этих пестрых глав есть некая общность, некая нить, которая продергивается насквозь. Это общность языка. То, что я буду говорить прямо сейчас, тоже может показаться несколькими разнообразными частями, посвященными дизайну, искусству, чистому искусству и так далее. Но в них тоже есть точная связь. Эта связь я буду говорить на языке композиции. Если описывать мою книжку о языке композиции одной картинкой, то вот эта картинка и есть. Однажды, в 1844 году, художник Уильям Тернер, на мой взгляд, главный визионер в изобразительном искусстве XIX века, сел в поезд. И то, что он увидел из окна, сделало его другим человеком. Он понял, что он не успеет поднять кисть, пока локомотив проносится мимо него. В этот момент именно он, а не братья Люмьеры, изобрел кинематограф. Но более того, именно в этот момент он изобрел всю культуру XX и XXI века. Если мы посмотрим, кстати, на эту картинку, то мы увидим, что в ней от старой живописи есть фигурка рыбака и мост, на котором даже, говорят, можно различить толпу, которая сходит с ума по паровозу. Но это совершенно не важно, потому что главное – это несущаяся мимо нас современность и ее суту. До того, как Тернер написал эту картинку, культура была культурой картинок. Вот такой. Это была статичная культура, и вся ее теория композиции, в частности, сводилась к тому, чтобы скомпоновать вещь в неком пространстве. Сделать это как можно лучше, как можно правильнее. После того, как Тернер увидел паровоз, это кончилось. Но на самом деле наступила культура движущихся картинок. Вот такая. Понимаете? То есть стала важна не идеально правильная, выверенная композиция, а та скорость, та ярость, с которой эта композиция притворяется в жизнь. Она пролетает мимо нас. Мы едва успеваем ее понять, заметить, вычислить. Либо мы мимо нее едем со скоростью больше, чем скорость лошади, что очень важно, либо она мимо нас летит. Поэтому сейчас бессмысленно делать статическую композицию вообще. Она не говорит на нашем языке. Наш язык — это язык движущихся картинок. Это была первая часть. Моя книжка называется «О языке композиции». В то время как вы... Кстати, стоп. Скажите, кто из вас дизайнеры? Супер. А теперь кто из вас художники? Неплохо. Ну вот. В этой части я буду говорить о различии, принципиальном различии для меня, по крайней мере, между профессией художника и профессией дизайнера. Я занимаюсь тем и этим примерно поровну в последние 25-30 лет. Сейчас я стараюсь больше заниматься чистым искусством и зарабатывать чистым искусством. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что делает, что чувствует и в чем цель дизайнера. Так вот. Для меня композиция и коммуникация — это две разных вещи. Композиция — это то, что делает преимущественно художник, до того момента, как состоялась коммуникация. Это тот снежок, который он лепит, чтобы запустить в публику. И моя книжка фактически об этом, о том, что происходит в этот момент, к чему должен в себе прислушиваться художник, чтобы понять, что его снежок вышел правильно, что он несет в себе некое содержание. В противоположной композиции коммуникация — это то, что состоится, когда вещь попадет в публику. И это работа дизайнера. То есть получается противовоспоставление художника и дизайнера по очень понятному срезу. Именно вот такому. Художник должен понять себя. Это главная его задача. Для него не важно ни публика, ни мнение критики, ни то, у него нет целевой аудитории. Он работает только внутри себя, внутри собственной Вселенной. Дизайнер должен понять другого. Но он не просто должен понять другого. Он должен понять другого так, как другой не может понять себя. Он должен раствориться в другом и стать более другим, чем другой. Вот в этом случае он станет дизайнером. Художник не может иметь прикладной задачи. Это не романтическое положение. Это очень точная техническая история. Если художник имеет прикладную задачу, он становится дизайнером. Моментально. Художник должен сделать вещь, которая аккумулирует себя саму. Она ни с чем другим не связана. Она есть выражение его понимания мира. Как только в этой вещи на чуть-чуть, на маленькую капельку появилась прикладная задача, все, художник кончился. Для меня очень хороший пример – это Микеланджело с Сикстинской капеллой. Вот ему задали дизайнерскую задачу. Надо расписать потолок, декорация. Он поступил как настоящий художник. Он, во-первых, сделал страшно неэргономическую вещь, потому что, входя в Сикстинскую капеллу, мы вынуждены задирать головы и не слушать прилатов, которые собрались в этом месте, а вместо этого смотреть на потолок. То есть вместо работы в течение полусекунды его вещь заставляет нас зависнуть на полчаса. Это антидизайнерское абсолютно произведение дизайнерского производства. Но художник в этом случае очень сильно выиграл. Вот это работа художника. То есть он делает вещь в себе и добивается, чтобы она работала сама по себе. Удача художника. Художник не должен… Вот сейчас считается, да, савриск, современное искусство. Ой, им надо всех напугать, эпатировать, шокировать, дать по башке. Нет. На самом деле художник занимается тем, что он ищет связи. Он может заниматься чем угодно. Он может переставлять, не знаю, стаканчики на столе. Он может писать эти стаканчики, как писал Маранди. Не делать никаких серьезных внешних движений. А может и делать, как Криста, который заворачивал мосты. Это тоже великая художественная акция. Но и то, и другое – это чистое искусство в том смысле, что оно есть вещь в себе. Оно требует внимания к себе, как к законченной вещи. Дизайнер создает новый способ жить. Да, сейчас я полезу в карман и достану айфон. Вот это классический пример того, как дизайн создал новый способ жить. Мы стали другими после того, как эта штука оказалась у нас в карманах. И здесь принципиальная разница, потому что художник должен делать это, чтобы оставаться самим собой, а дизайнер с тем же прекрасным успехом должен делать вот это, чтобы быть самим собой. И вот принципиальнейшая штука, о которой почти никто не думает. Дизайнер всегда расширяет поле коммуникации. Он не имеет права выйти за поле коммуникации, вылезти за забор. Он должен не просто сделать вещь, не просто продать вещь, но он должен точно объяснить миру, как эта вещь работает и чем она связана с предыдущими вещами. То есть на самом деле, каким бы новатором ни был дизайнер, он глубоко традиционен, потому что он всегда обязан оставаться в поле коммуникации. И да, его прогрессистская роль в том, что он это поле коммуникации всё время расширяет своими действиями. Чем более успешный дизайнер, тем он лучше расширяет поле коммуникации. Поле коммуникации, в котором всем всё понятно. Потому что нам не надо уже объяснять, что такое айфон и как он действует. Это смешно. Это расширенность поля коммуникации. А вот художника как раз нет. Он должен выйти за поле коммуникации. И это главное, к чему он должен стремиться. Он должен очутиться в чистом поле, где он сам не понимает, что я здесь делаю, почему я здесь оказался, кто там, кто эти люди. Но дальше за ним тянется та ниточка, которую он вытянул, и по ней остальные придут в это пространство. Вот этот кусок, который я хотел вам как можно проще объяснить, который меня сейчас очень сильно занимает, именно потому что я перехожу из одного поля в другое. Я себя бью по рукам, чтобы не делать декоративные вещи, которые можно было бы сразу понять, оценить и запихнуть, повесить на стенку. Но с другой стороны, я бы хотел, чтобы мои работы висели на стенках. Другая часть. Мы все видим, что кончилась эпоха великих логотипов. Вот какие были люди, какие были логотипы, как они были прекрасны. IBM, я не знаю, все логотипы всех наших прекрасных напитков, Coca-Cola, Pepsi, они все были отделаны, чистые, прекрасные, и выполняли свою коммуникативную функцию. Сейчас что нам, как дизайнерам, заказывают? Кружочек, да, кружочек с буквой, и все. Почему? Что случилось? Почему это произошло? Я считаю, что это произошло потому, что логотипам указали их место. Оно стало очень точным и очень узким. При этом сам по себе язык, в котором участвуют логотипы, стал гораздо более сложным. Вот смотрите, здесь три вида эмблематических композиций. Герб, эмблема и знаки. Для того, чтобы понять герб, нужны специальные знания. Нужно знать геральдику, нужно понимать латынь, качается, но не тонет. Нужно знать, откуда взялась вот эта корона с башнями, она тоже что-то значит и так далее. То есть здесь не разберешься, обычный человек здесь ни черта не поймет. Для того, чтобы понять эмблему вот такого рода, нужно просто ее распутать. Она написана на понятном нам языке, там написано, что это отдел по сохранению богатств прошлого и что-то в этом духе. Почему она такая сложная? Потому что язык коммуникации в тот момент, в самом начале советской власти, был еще не разработан. И Чихонин вынужден был искать его прямо на ходу. Поэтому, кроме великого и очень неприятного символа коммунизма, там ничего не понятно. Это вещь, которая находится в тумане нового языка. Она такая. При этом смотрите, что эта вещь, что эта вещь, выполняет одну функцию. Ну вот поставили на официальной бумаге печать, повесили над входом в город герб. Все. Одна единственная. А вот эти маленькие штучки выполняют огромное количество функций. Они и кнопки, они и смыслы-различители, они обозначают среду, в которой это все происходит. Они еще заодно и несут собственный смысл. Потому что мы можем видеть разницу между ними и понимаем, что это поле Facebook, а это поле Telegram. Видите, как самые простые из вещей стали самыми сложными из частей коммуникации. И это дело можно уподобить вполне вербальным вещам. На герб уйдет время рассказа, на эмблему идет время строфы минут пять, а букву знак, который стал именно буквой, если не знаком припинания. Мне вообще в последнее время кажется, что знаки редуцируются, вот логотипы, редуцируются до формата восклицательного знака или большой точки буллета. Потому что настолько точно определена их позиция в коммуникации. Если мы видим машину на борту, которая стоит нечто крупнее точки, то мы знаем, что это логотип. Если мы видим строку в браузере, впереди F-icon, то мы знаем, что это логотип. И так далее. Если мы видим кнопку в нашем гаджете, мы тоже знаем, что это логотип. То есть редуцирование внешней функции никому не нужно объяснять, что такое логотип. Он стал вот этой вот самой пуговицей. А его значение и роль в коммуникации резко, очень резко возросли. И да, он должен считываться за 0, не знаю, может быть не 0,1, а может быть 0,05 секунды. Я счастлив, что мы сейчас присутствуем при рождении абсолютно нового языка, сложного, разветвленного. Мы все стали больше набирать текста линейным способом. Хотя мы, как правило, набираем очень короткие тексты, состоящие из двух-трех слов или в лучшем случае двух-трех фраз. Но все равно это линейный язык, буквенный. При этом волей-неволей, кто-то с удовольствием, вот я, например, кто-то с отвращением, мы используем смайлики и эмодзи. На мой взгляд, к этому явлению надо отнестись с полнейшей серьезностью и понять, что это не мода, это не для девочек пяти лет, а это новый, возникающий на наших глазах язык. И чем мы лучше его разовьем, тем он будет лучше дальше. То есть чем мы раньше хотя бы просто поймем, что это новый язык, что им надо заниматься, что его нужно развивать всерьез. Я сделал первый опыт в этом направлении. Я сделал шрифт, который называется Emozi. Это OTF, содержащий огромное количество эмодзи. Там не такой большой комплект, как, скажем, у Apple. Ну, просто потому что я бы потратил два года, рисуя в одиночку, все это дело. Но зато это OpenType, это черно-белое, это может быть увеличено до любого размера и использоваться напрямую вместо эмодзи. Но, поскольку я всерьез занимаюсь развитием языка, мне этого показалось мало. Вот верхний ряд полностью копирует Apple. Второй ряд начинается с того, что я копирую, перерисовываю их чуть-чуть кривенько, чуть-чуть как-то по-своему, Apple эмодзи, а потом я начинаю их перетачивать на свой лад, задаю им собственный стиль. Это примерно так, как если бы я стал говорить другим языком, не совсем тем, что принято. Я не считаю, что этот язык очень уж правильный и хорош в коммуникации. Здесь я поступаю не как дизайнер, я поступаю как художник. Но я продолжаю его развивать и использую его сам, надеясь, что хотя бы в коммуникации со мной будет понятно, что вещи могут иметь другой смысл и другую форму. Следующий ряд, третий, это уже как бы вольное отступление от того, что было задано сначала. Этих эмодзи у Apple нет. Тут я начинаю уже пахать собственную целину в надежде на то, что кому-то это понравится или это достаточно понравится мне. Я не делаю, опять-таки, бесконечного количества. Всего их может быть раз в три больше, чем здесь показано. Но я делаю это с полной серьезностью, настолько, насколько можно серьезно делать смешные картинки. И, наконец, самый последний момент. Это внутрь этого шрифта вставлен комикс, сделанный целиком из эмодзи. Вот отсюда досюда история несчастного шарика, который погнался за какой-то целью, не достиг ее и притух. Такая вот история внутри одного шрифта. Это один ОТФ, который есть у меня на сайте. Но я на этом не остановился, потому что невозможно было. И на той же, что называется, графической базе, на тех же кружочках, я нарисовал идолов. Здесь они почти все. Они входят в другой шрифт, он называется идолс. Их тоже можно использовать внутри набора. Сонечка, сделай тюрьку. И физиономия Толстого. Да, я не торт. И физиономия Наполеона. И эта штука лежала целый год, я не знал все, как ее приспособить, но спасибо Павлу Дурову появился Телеграм, за который я сейчас страшно переживаю. Слава Богу, появился Телеграм, и можно было сделать сет стикеров. Стикеры – это следующий этап развития того же языка, что и эмодзи. И вот здесь уже появились one more thing. Парочка Дарта Фейдеров, которые говорят, говорите разборчиво, или я твой папа, Наполеон, Ван Гог, который говорит, что художника может обидеть всяким, но попробуй его понять. И, наконец, Гагарин, который говорит, камон! Есть два варианта смайлика. На одном поехали, а на другом камон. Мне кажется, что это очень правильная история про интернационализм. Эта штука по сравнению с эмодзи и по сравнению с пустыми личиками идолов, это следующий шаг в усложнении принципа коммуникации. Если найдете, можете скачать, попробуйте, как это работает. Работает очень смешно. Но и это не предел, потому что я художник. Я сделал несколько сетов, стикеров для Телеграм, основанных на очень-очень сложной подаче и сложной коммуникации. Вот тот самый левый, посвящен Олегу Пащенко, вы его наверняка знаете. Он называется «Пилигрим». Про человека, который тащит за собой огромный груз собственных сомнений, грехов, еще чего-то, мыслей. Вот этот, который называется «Потерявший монету под дождем», он тот, средний, про то, что возможно счастье в самый черный период года. То есть эти штуки, являясь просто стикером, их можно как котяток передавать друг другу, выражают очень комплексную какую-то идею. Нижний ряд – это стикеры, посвященные Мандельштаму. У меня два сета таких. И один портрет, «Власть отвратительна, как руки бородобрея», очень, по-моему, сейчас актуальная история. «Лунный луч, как соль на топоре» из другого стихотворения. Меня уже успели пнуть за вот эту часть. Сказали, что нельзя в суе поминать великого поэта. На мой взгляд, нет. Это неправильно. Очень даже хорошо его поминать в суе, но на высоком уровне. Не снижать коммуникацию таким образом, а делать ее выше. Тот же Олег Пащенко говорит, что как только он один из моих мандельштамовских стикеров кидает в Telegram-беседу, все говорят, «Не-не-не, все, мы пошли. Мы об этом разговаривать не будем. Слишком серьезно». У меня находятся собеседники, с которыми можно говорить так. Но вы понимаете, что независимо от того, может быть, кто-то сделает очень удачных собачек, может быть, кто-то сделает очень удачных котиков с очень сложным смыслом, я говорю о том только, что я вытягиваю язык, коммуникации на все более и более и более сложный уровень. Мне кажется, это правильно. В этом есть смысл. И, наконец, я как-то очень быстро двигаюсь. И, наконец, последняя часть того, что я хотел рассказать. Она по уровню языковому именно еще один шаг вверх. Она про картинки, которые я рисую прямо сейчас или пишу прямо сейчас. Некоторые из них, я их покажу, сейчас вот висят в мастерской и сохнут масляные картинки. Белая часть текста – это цитата из Мандельштама. Я слово позабыл, что я хотел сказать. «Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях, срезанных, с прозрачными играть». На мой взгляд, это текст об удивительном усложнении коммуникации. А слон на обоях – это штука, которую я не так давно не сформулировал и хочу с вами поделиться. Вот смотрите, представьте себе, что вы увидели слона на обоях. То есть вы увидели пятно на обоях, похожее на слона. И здесь могут быть несколько стратегий интеллектуальных. Первое – наивно решить, что это слон, и дальше жить с тем, что это слон, и относиться к нему, как к слону. Любить его, причесывать, еще что-то. Второе – это отторжение. Слушайте, это плохое пятно на обоях, оно похоже на слона, ну дай-ка я сейчас обои переклею. И третье, которую, собственно, я избираю для себя, это история с лейерами, с лейерами восприятия. Когда каждый из шаблонов восприятия мы можем передвинуть вперед или назад, как мы можем поменять местами лейеры в фотошопе. И вот я говорю себе, если я вижу абстрактное произведение, но какая-то часть его кажется мне похожим на слона на обоях, я не избавляюсь от этой идеи, она хорошая, я просто отодвигаю ее за свое восприятие, и пусть она оттуда чуть-чуть светит, пусть она немножечко мне помогает понять, что автор, скорее всего, тоже это видел, но почему-то не решил это мне рассказать впрямую, а решил рассказать про абстракцию, про другие вещи. На примере из моих картинок. Вот штука, которая как раз называется «Я слово позабыл». В натуре это 60 на 60 сантиметров холст масла. Его фон замазан неровным синим, здесь очень фиолетовый, на самом деле он такой, прямо вот хорошего кобальта синего, ближе к цвету дизайн-просмотра. По сухому, сверху очень аккуратно, мастихином нанесен белый треугольник. Синий фон, белый треугольник, ничего, чистая абстракция. Зачем-то я вдвигаю внутрь этой чистой абстракции, написанной белым масляным фломастером, текст, моя подпись, и задом наперёд написано «Я слово позабыл». Обычно подпись картинки живёт отдельно от картинки. Здесь я вдвигаю внутрь, то есть я делаю её частью коммуникации всей этой истории. Что получается, на мой взгляд? Понятно, что невозможно воспринять эту штуку не как запущенный белый самолётик на фоне неба, да? Но я настаиваю на том, что это кусок белой краски на фоне синего забора. И вот здесь происходит вот это вот дрожание, мерцание одного сквозь другое. Наложенная сверху надпись говорит о том, что эта капсула со смыслом содержит не только эти две части, но отсылку к гораздо большему целому комплексу сложнейших мандельштамовских размышлений о жизни, о боге, о смерти, о чём угодно. То есть я из очень-очень простой картинки очень-очень простыми средствами только за счёт вот этого лейерного восприятия, лейерной передачи, как мне кажется, добиваюсь некой гораздо более сложной ситуации языковой. Очень смешно получилось с этой картинкой, она у меня стояла долго, а потом я написал вторую к ней, на которой по-английски написано the word is near you, причём you – моя подпись. Из призыва в небеса и призыва к чему-то расширяющему здесь призыв покопаться под ногами. Ты слово позабыл? Да вот оно где-то здесь. Я понял, что это бесы. То есть вот как у нас сейчас гоняется наш русском позор за телеграмму, вот этот бес пытается гнаться за тем голубком, и не выходит, и не получается. Бес мелкий, у него что-то не складывается каждый раз. То есть расширяющая интенция, да, и сужаяющая. Всё это передано элементарными совершенно средствами очень примитивистской живописи. Мне кажется, я не берусь утверждать, потому что здесь я действую как художник, я вышел из поля коммуникации, я не знаю, как вы реагируете на это. Но мне самому кажется, что получилась довольно достойная история. Ещё одна вещь. Два абсолютно банальных итальянских пейзажика. Они в натуре вот такого размера, маленькие совсем бумажки, на которых кисточкой и пером нарисованы два вида итальянских боковых улочек. Все, кто был в Италии, такое видели. Вы прекрасно знаете, что это за вещи. Но в них есть одна маленькая хитрость. Дело в том, что этих пейзажей не существует. Я не рисовал их, сидя в Италии с натуры. Я не рисовал их, глядя в свою огромную десятки тысяч фотографий коллекцию итальянских снимков. Я просто сел, посмотрел в белый лист бумаги и нарисовал эти штуки. Но они, как мне кажется, довольно убедительны. Я даже вот этот назвал, пожалуй, перуджа, потому что он точно попадает в цвет и в ситуацию боковых перуджинских улиц с вот этими перекидными мостиками. Это тоже пример лейерного подхода к делу. Как обычный турист я запоминаю, у меня хорошая зрительная память, но и не идеальная, я запоминаю общее, нечто общее. Итальянские домики в два этажа, они все разные, и стоят они обычно на гребне холма, так что улочки идут либо вниз, либо вверх от центральной улицы. Я как художник с цепкой зрительной памятью запоминаю типическое. Я знаю, что у них черепица на крышах выглядит определенным образом. Я знаю, что названия улиц обычно выбиваются на камни рельефом. Я знаю, что у каждого дома, знаете, как рассказать. А, ну я знаю, например, какие машины и какие мотоциклы паркуются на перуджинских улицах, где смотришь и не понимаешь, как она туда заехала. Это второй лэйр. А третий лэйр, я хитрый. Я помню точно название, скажем, какой-то улицы, вот, Страда дель Гетто. Это в городе Пенне, в 19 веке в этом месте было еврейское гетто. Но улица, которая там была, выглядит абсолютно не так. Она выглядит совершенно как-то иначе. Я беру точные, точечные детали и ставлю их на какие-то места. И получается, история про очень большую убедительность в вещи, сделанные за 10 минут и без всякого реального пейзажа перед глазами. Еще одна картинка, которая здесь совершенно сылась, ни черта не видна. Но это даже, может быть, и хорошо, потому что вся ее нижняя часть это грязь. Значит, я ее вывесил в фейсбуке, инстаграме, назвав ее, цитатой из Булгакова, «Под хмурым небом ранней весны». Через три минуты пришел очень крупный куратор и галерист и сказал мне, что напрасно я назвал это пейзажем. Я сказал, почему ты думаешь, что это я назвал пейзажем? Он мне посоветовал не выпендриваться и быть проще. Быть проще я не согласен, потому что я не называл это пейзажем. Я взял холст 80 на 80, положил его горизонтально, взял мастихин и сначала размазал чуть-чуть, по-моему, индига и какой-то византийской черной с белилами, а потом густо и очень смачно намазал умброй той же византийской черной, капут-мортум, марсом черным и еще чем-то. Ну, в общем, получилась очень-очень грязная история, да еще вот с такой вот толщиной. Потом я еще взял последнюю бутылку домарного лака и вылил ее тоже на эту поверхность для того, чтобы она еще блестела. Получился ли у меня пейзаж? Не получился ли у меня пейзаж? Я не знаю. Мало того, я считаю, что принципиальная важность этой истории в том, что я не говорю, пейзаж это или не пейзаж, и сам не знаю. Вот эта вот штука про принципиальную двойственность, двойственность подачи, двойственность коммуникации, которую я бы хотел, чтобы она возникла, занимает меня сейчас, пожалуй, больше всего. И вот самый последний пример, что я приведу, он смешной, потому что два человека совершенно разных закричали «муха». Посмотрев на эту картинку, двое, один из которых, блестящий художник Игорь Олейников, сказали «Ой, муха! Какая муха отличная!» На что я ему написал, «Нет, Игорь, это не муха». Что изображено? Опять-таки, был маленький холст 30 на 30. Я с удовольствием мазал по нему белилами, в которые был добавлен чуть-чуть цирулюмой небесно-голубой. Я пытался поймать вот этот вот бледный, ну вот в Питере это очень часто бывает, вот этот бледный оттенок, который можно назвать цветом неба, а можно назвать цветом фарфора, на бледно-голубой эмали, какая мыслима в апреле. Я его поймал. Но когда я его поймал, я понял, что в картинке ничего не происходит, а в ней что-то должно произойти. Я взял мастихин и очень быстро сделал то, что в ней происходит. Наверняка у вас из-под ног когда-нибудь вылетал голубь. Идёшь, идёшь по улице, а то ещё крылом заденет. Мы его не успели разглядеть, он исчез. Я сделал всё, что мог, всё, что было в моих силах. Я поместил в квадратный холст, мешающий всякой экспрессии и всякой динамике, поместил эту фигуру в той точке, где динамика наибольшая, максимальная. Я не нарисовал ничего. Я сначала нарисовал ему голубиную голову, потом просто убрал её оттуда, потому что она только мешала. И я написал название. Я пишу название «Заду наперёд», чтобы было труднее прочесть. И это тоже важная часть коммуникации с картинкой, потому что когда вы читаете «Заду наперёд», вы прикладываете усилия и притормаживаете и те два-три слова, которые там есть, воздействуют гораздо сильнее. Я назвал это «Жеста голубя». Жеста, если вы знаете, это старофранцузская героическая песня. Самый известный пример – это «Жеста Орланди». Вот то, что произвёл со мной этот предполагаемый, вылетевший из моих днов голубь, мне показалось безумно героическим жестом. Но главное, что мне показалось, что эти два слова «Жеста голубя» представляют из себя короткое стихотворение. И вот так и оставил. Я больше не хотел поговорить. Спасибо за лекцию большую. Это не лекция, это рассказ. Хорошо, за рассказ извините. Два коротких вопроса. Сколько у вас времени ушло на написание вашей книги? И вот предыдущая картина с голубем, что вы хотели показать вот этой тёмной синей полосой внизу? «Сгущение неба». На книжку ушло 4 года. На самом деле я увидел её во сне полностью готовой, а потом заново переписал, потому что я понял, что я увидел во сне книжку о статической композиции, а написал книжку о динамической. То есть я написал принципиально другую книгу, не ту, которую я увидел, и не ту, которую заказал у меня Тёма. Это второй случай страшного облома издателя. Первый раз Тёма мне заказал справочник для арт-директоров о применении шрифтов, а я написал книгу про буквы. Вот это второй случай облома. Спасибо большое за рассказ и за книгу про буквы. Это очень здорово, что вы её написали. И хотелось бы спросить, вы говорили о разнице между дизайнером и художником, и о разных задачах, которые решают дизайн и искусство. Часто говорят, что дизайн – это тоже искусство. Что делает дизайн искусством, и остаются ли те произведения, которые приходят в рамк искусства в области дизайна? Ваше мнение? Я бы сказал, что скорее происходит наоборот. То, что сделано как дизайн, может со временем стать искусством, потому что культурные коды, заложенные в дизайнерскую вещь, вполне могут потянуть и на чистое искусство, и на высокое искусство. Но в тот момент, когда дизайн идёт в сторону публики, он дизайн, и он должен быть дизайном. Он не должен считать себя искусством и задирать нос. Не-не-не, это ему очень-очень вредно. А потом, да, конечно, спустя 20 лет или хотя бы там 3 месяца все скажут, о, боже, как это красиво, как это прекрасно. Прекрасно, красиво, да, то есть не то, что это работает, но сначала оно должно сработать, оно должно выполнить свою прямую функцию. Здесь очень всё просто, поэтому вечные споры и обиды, мне кажется, они прямо так разделятся на две части, и всё. Если дизайнеры, не думай о том, что твоя вещь сейчас станет Венерой Миловской. Нет, она может и станет, но через какое-то время. А если художник, не пытайся претендовать на то, что твои вещи все начнут юзать моментально. Не-не-не, тоже не получится. Или ты хороший дизайнер, сумел сделать такую штуку, которая всем нужна, все сейчас её схватят, и она тоже может в результате оказаться безумно прекрасной, как какой-нибудь стул Макинтоша, дизайнерская вещь, которая стала, безусловно, её можно в любом музее ставить как образец скульптуры. Ну вот, то есть эта грань тонкая, но она, на мой взгляд, очень точно различимая. Это туда, это сюда. Я хотела узнать, почему вы подписывались задом наперёд, или это отзеркаленное просто изображение. Вот, и да, мне объяснили, что это, чтобы было сложнее разобрать правильно, что вы там написали. Да, ну я очень часто пишу задом наперёд, потому что я левша. Мне просто гораздо проще писать задом наперёд. Вот. Это и для меня игра, и это моя игра со зрителем. Но кроме всего прочего, я просто в какой-то момент открыл историю, которая называется управление темпом чтения. Когда ты специально усложняешь надпись, для того, чтобы читатель её долго-долго пытался разобрать. И вот из книги «Силные боги», которую я написал, там есть громовая азбука, в которой я пишу всегда заклинания на картах. Вот я продаю карты, пишу на них заклинания громовой азбукой. Её невозможно так просто сразу разобрать. Но в принципе, там написан какой-то текст. Но мне очень важно, чтобы к этому тексту отнеслись как к настоящему заклинанию, и тогда оно сработает. Магия же должна какую-то иметь плотность. Я была уверена, что тут есть какой-то философский подтекст. Спасибо большое за себя за рассказ. Люди, которые сидят здесь в зале, те, кто стесняются поднимать ручки или говорить в микрофон, задают вопросы в Twitter. Вот один из них. Почему эволюция эмодзи происходит только сейчас? Смайлики на форумах были ещё в нулевых. Ну, коммуникация расширилась значительно. Поэтому язык просто стал гораздо шире. Каждый из нас стал сочинителем, потребителем и производителем текстов. Поэтому, конечно же, это с одной стороны. А с другой стороны, происходит же постоянная капсуляция. Мы всё время стараемся говорить короче, 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 потому что количество информации увеличивается, время на её потребление уменьшается. Кроме того, мы гораздо чаще, чем во все предыдущие века, стали оказываться в статистически понятных ситуациях, в обычных ситуациях. Когда мы переписываемся в мессенджере, 98% нашей переписки это стандартные выражения. Поэтому, естественно, их заменять единым каким-то значком. Вот и всё. Культура начинает... И кроме того, сейчас, естественно, огромное нагнетание иероглифической культуры. В общем, я считаю, что сейчас иероглифическая культура берёт реванш у культуры знаковой, буквенной, потому что она позволяет очень сильно делать компактнее высказывания. И людям, которые выросли в иероглифической культуре, конечно, эмодзи гораздо понятнее, чем нам. Им это всё близко, доступно и ясно. Так что вот эти три, наверное, какие-то ситуации. Произойдёт ли так и как скоро мы увидим эмодзи в печатных изданиях? Ну, допустим, в книгах. Не сомневаюсь, что увидим очень скоро. Спасибо вам. Это ближайшего времени вещь. Конечно же. Просто сейчас нет шрифтов для этого. Понимаете, ведь сделать шрифт эмодзи это с ума сойти. Да, вот я попробовал один сделать. Я его там, не знаю, несколько месяцев делал. Рисовать, 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 рисовать. Но определённого вида шрифты эмодзи сделать достаточно просто. И я думаю, что эта задача такая не слишком сложная. Их просто ещё надо примирить. То есть их позиция внутри типографики должна быть окончательно определённой. То есть должны сформулироваться какие-то правила. Сейчас эти правила в общем не писаны, но они станут писанными. Я тоже думаю, что я это успею израстать в свои 60 лет. В своей книге про буквы вы исследовали кириллицу и латиницу. Их сходства, различия и так далее. Какие языки вы ещё изучали, исследовали и где вы находили параллели? Ну, еврит, равит, китайские иероглифы и так далее. Вы хотели сказать не про языки, а про письменности. Это важно. По-разному, да? Потому что это не языки. Потому что латиница используется для множества языков кириллица тоже. Вы знаете, я поверхностно знаком с другими письменностями. То есть я неплохо представляю себе еврейцу, еврейское письмо квадратное, более-менее. То есть я готов сейчас прямо взять и сделать шрифт. Я думаю, что после изучения там пары месяцев я буду готов делать базовые вещи с арабицей, а вот за иероглифы я не буду браться никогда. Это совершенно другая культура и я не вижу смысла в моей европейской парадигме туда соваться. А кириллица и латиница это то, чем можно заниматься прямо сейчас. И вот эти макро языки эмоции, стикеров и так далее. Аплодисменты. Вам спасибо.